А почему? Стоит на этот вопрос найти ответ. В 2009 году на Первом канале и на всех федеральных каналах два месяца шли документальные фильмы проекта «Общее дело», которые наподобие этого фильма рассказывали об опасности, предупреждали, говорили о трезвости. В результате продажи упали алкогольные на 20%. И тут же лоббисты подключились, пролоббировали так, что сняли этот показ со всех федеральных каналах. И с 2009 года больше не показывают. Такие были деньги проплачены для того, чтобы заработать деньги на вас. Мне в прошлом году с моими соратниками пришлось работать над проектом закона «Запрет на джин-тоников». Потому что джин-тоники, как и пиво, наиболее опасные алкогольные изделия. И если вам интересно, я отвечу, почему. Но я думаю, что вы и сами об этом знаете. Так вот, нам не удалось провести этот закон. Сейчас сначала в части областей удалось. Частично удалось в Саратове. Частично. Один ГОСТ только запрещен. Остальное все стоит. Что они сделали? Как только этот ГОСТ запретили, они переделали наклейки производителей, написали другой ГОСТ, написали другое название, и то же самое продают в магазинах. А недавно мы обнаружили на одном из углов в Саратове автомат. И этот автомат продавал алкогольные настойки типа «Боярышника» по 30 рублей. 30 рублей бросаешь в автомат, получаешь бутылочку. Написано «Лосьон» 20 рублей. Лосьон для внешнего употребления, не для внутреннего. На что только не идут торговцы, лишь бы продать и нажиться на вас. Именно на вас. На молодых. Мы сегодня с вами говорим, вот пока этих фильмов нет на каналах, основных федеральных каналах. Они когда-нибудь туда вернутся, я в это верю. Но мы имеем с вами возможность их видеть, мы имеем с вами возможность рассуждать на эту тему, мы имеем с вами возможность думать, потому что выбор, когда у человека есть информация. Я передаю слово своей молодежи, если у вас будут ко мне вопросы, я готова отвечать.